посетим. Новый год любят все, но особенно Дедушку Мороза ждут наши дети. В этом году мы раздадим 143 тысячи подарков нашим деткам. И отдельное внимание будет уделено тем детям, которые нуждаются в особенном внимании. Для них будут особенные подарки. А также в ратуше мы проведем таргетационную новогоднюю елку для наших детей. Айра Шамильевич, пожалуйста, благотворительная акция «Письмо Дедушке Морозу». Восьмой раз в канун Нового года Комитет по делам детей и молодежи в рамках проекта «Добрая Казань» проводит благотворительную акцию «Письмо Дедушке Морозу». За 7 лет проведения акции подарки получили 1616 детей на общую сумму более 4 миллионов рублей. В этом году акция проводится более чем для 200 детей, воспитанников Республиканского дома ребенка, детского дома Приволжского района, социально-реабилитационного центра «Дуслык», детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся под патронажем центра доверия, детей под опекой. Механизм акции заключается в следующем. Дети пишут пожелания Деду Морозу о том, какой подарок хотели бы получить на Новый год. Елка с пожеланиями устанавливается в здании исполнительного комитета и ратуши. И благодаря активному участию сотрудников структурных подразделений и жителей города дети получают желанные новогодние подарки. Третий год к участию в акции присоединяются также депутаты Государственного Совета Республики Татарстан, члены правительства во главе с президентом республики. Помимо этого, елка с пожеланиями устанавливается во время домашних матчей хоккейного клуба «Акбарс». Также познакомиться с открытками можно в специальном инстаграм-аккаунте. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить предприятия нашего города, ежегодно поддерживающие проведение акции предоставлением сладких подарков для детей. Это ОАО «Казань Компрессор Маш», Казанское авиапредприятие «Мелита», ОАО «Казанский завод электроприбор», Казанский завод точного машиностроения. Все подарки собираются в Комитете по делам детей и молодежи, а далее сотрудники Комитета, учреждений и представители молодежных организаций в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравляют детей и вручают им подарки. Пожелания малышей отличаются искренностью и верой в чудо. Из необычных желаний – домик для подобранного на улице котенка, билеты в цирк, полет в аэротрубе для мальчика с ограниченными возможностями. На протяжении декабря любой желающий может исполнить мечту ребенка, испытывающего определенные жизненные трудности, и подарить ему именно тот подарок, о котором он мечтал. Уважаемые коллеги, приглашаем всех к участию в благотворительной акции «Письмо Дедушке Морозу». Открытки можно взять на елке, которая находится в холле третьего этажа около столовой. Ихтебар Игруса, Шенбекзюр, Ахмад. Благодарим всех участников этой акции. На нашей новогодней елке практически не осталось писем от детей, но по городу, я думаю, что в оставшееся время я обращаюсь к нашим коллегам из средств массовой информации. Пожалуйста, уважаемые коллеги, обратитесь. Обратите на это внимание. Через вас я хочу обратиться ко всем неравнодушным, нашим способным помочь и организовать праздник для наших детей. Дети верят в чудо. Пусть это чудо обязательно в новогодние праздники у них случится. Коллеги, много ответственной работы. Как всегда для нас праздники – это усиление рабочего графика и режима, особенно для наших сетевиков, водоканалов, энергетики, электросети, предприятий благоустройства, вывоз мусора, работа автотранспорта, общественный порядок. Поэтому просьба настроиться на соответствующий режим. И организовать праздничные мероприятия на достойном столице уровня. Благодарю всем плодотворной рабочей недели. Мы провели несколько десятков дополнительных санкций на оставшемся этапе уделить организации подготовки уважаемых. Совсем по новогоднему было. Но, Игорь Владимирович, просьба не оттень, но по городу, я думаю, что... Спасибо.